По всему городу разнеслась весть о знаменитом путешественнике Незнайке и его товарищах, которые попали в больницу. Галочка и Кубышка без устали бегали из дома в дом и рассказывали новость подругам. Эти подруги, в свою очередь, рассказывали другим подругам, другие третьим, и скоро все население города двинулось, как по команде, к больнице. Каждой малышке хотелось чем-нибудь помочь пострадавшим малышам. Они тащили с собой всякую сячину. У одних были вкусные пироги, у других варенье, у третьих сладкая пастила или компот. Через полчаса малышки запрудили всю больничную улицу. Конечно, в больницу не могли пустить такое количество желающих. Медуница вышла на колецо и сказала, что больные ни в чем не нуждаются, поэтому все должны разойтись по домам и не шуметь здесь под окнами. Но малышки не хотели расходиться. Каким-то чудом им стало известно, что самый главный малыш по имени Незнайка должен выйти из больницы со своими товарищами, Кюбиком и Гусли. Медунице снова пришлось объяснить, что Незнайка не выйдет до тех пор, пока все не разойдутся. Но малышки вместо того, чтобы разойтись по домам, пошли к своим подругам, которые жили на больничной улице. Когда Незнайка, Кюбик и Гусли в сопровождении снежинки и снеглазки вышли на улицу, то увидели, что из всех окон выглядывает чуть не по десятку малышек. Незнайка был очень плещен таким вниманием. До его слуха то и дело доносились голоса. «Скажите, скажите, который из них этот знаменитый Незнайка? Незнайка, а вон тот в желтых брюках, этот ушастенький, ни за что не сказала бы, что это Незнайка. У него довольно глуповатый вид». «Нет, точно, точно, вид, правда, у него глуповатый, но глаза очень умные». Одна малышка во втором этаже углового дома, увидев Незнайку, принялась махать руками и кричать тонким писклявым голосом. «Незнайка, Незнайка, ура!» Она бесстрашно высовывалась из окна, так что в конце концов чуть не повылилась снаружи. «Хорошо, что остальные малышки успели поймать ее за ноги и втащили обратно». «Фу! Какой стыд!» «Я вот Незнайка может вообразить о себе не весь что», – сказала малышка со строгим худеньким ричиком и остреньким подбородком. «Вы правы, ласточка», – ответила ей другая малышка, со вздернутой верхней губой, из-под которой сверкали белые зубы. «Малышам вовсе не надо показывать, что на них смотрят. Когда они убедятся, что их шалости никто не замечает, то сами перестанут шалить». «Вот об этом я и говорю», – кисонька подхватила ласточка. «Малышей надо презирать. Когда они увидят, что их презирают, то побоятся обижать нас». Эти ласточка и кисонька шушукались, да шушукались, жужжали, да жужжали, пока не прожужжали всем уши, что к прилетевшим малышам надо относиться с презрением. Все малышки условились между собой не замечать малышей, а если встретиться с ними на улице, то, завидев издали, поворачивать обратно или переходить на другую сторону улицы. Из этого условия, однако, вышло мало толку. Каким-то чудом всем стало известно, что Тюбик – художник, а Гусля – знаменитый музыкант, который умеет играть на флейте. Всем, конечно, хотелось поскорей послушать игру на флейте, так как в «Зеленом городе» умеют играть только на арфах, а флейты никто ни разу не слышал. Многие даже не знали, что существует такой инструмент. Скоро малышки узнали, что Тюбик и Гусля поселились на Яблочной площади, в доме, где жила малышка-пуговка со своими подружками. Во втором этаже этого дома, под самой крышей, была просторная комната с большим светлым окном во всю стену. Эта комната понравилась Тюбику за то, что была очень светлая, и они с Гуслей решили поселиться в ней. Окно верхней комнаты выходило прямо на Яблочную площадь. И вот вечером Яблочная площадь, на которой никогда раньше не наблюдалось большого движения, сразу наполнилась гулящими малышками. Взявшись за руки, они прохаживались по площади парочками и украдкой-украдкой поглядывали на освещенное окно во втором этаже. Конечно, они делали это не для того, чтобы увидеть Тюбика или Гуслу, а просто от нетерпения. Всем хотелось поскорее услышать хорошую музыку. Время от времени они замечали то мелькнувшую в открытом окне аккуратно причёсанную голову Гусли, то взъерошенную шевелю Тюбика, потом мелькание голов в окне прекратилось, и малышки увидели Тюбика, который облокотился под оконник и мечтательно глядел вдаль. Вслед за Тюбиком у окна появился Гусля. Они оба принялись рассуждать о чём-то, посматривая по сторонам и размахивая руками. После этого они оба высунулись из окна и, наклонившись, стали глядеть почему-то вниз. Потом оба по разу плюнули со второго этажа и снова исчезли в окне. Казалось, что больше ничего интересного не произойдёт. Но малышки и не думали расходиться, и как раз в это время из окна полились нежные, как плеск ручейка, звуки флейты. Они мерно катились, как катятся волны одна за другой, то как будто подпрыгивали и ковыркались в воздухе, гоняясь друг за дружкой и сталкиваясь между собой. От этого всем становилось весело, звуки флейты словно дёргали всех за ручки и ножки. Поневоле хотелось пуститься в пляс. Окна домов отворились бесшумно, движение на площади прекратилось, все застыли, стараясь не пропустить ни одного звука. Окна домов Звук пошёл в окна домов. Наконец флейта смолкала, но сейчас же из окна противоположного дома послышались звуки арфы. Арфа пыталась повторить эту новую, до сих пор неизвестную мелодию. Чьи-то пальцы неуверенно перебирали струны. Мелодия, которая началась довольно бойко, постепенно слабела, наконец замерла совсем. Но сейчас же флейта пришла на помощь, подхватив продолжение. Арфа ожила. Зазвучали уверенные звуки, а к ней присоединились другая из соседнего дома, потом третья. Музыка сделалась громче и веселей. Незнайка, который прибежал с красками и кисточкой, чтобы отдать их тюбику, увидел на площади перед домом необычайное зрелище. Вся площадь была запружена малышками, которые слушали этот чудесный концерт. Незнайка тоже заслушался и даже запрыгал на одной ножке, но, увидев, что на его танец никто не обращает внимания, махнул рукой и скрылся в дверях дома. Выходите по порядку, становитесь на зарядку, начинайте с зарядки день, разгоняй движением лень. Эту песенку о зарядку, которую сочинил поэт Светик, распевали Винтик и Шпунтик. Было раннее утро, и в зеленом городе все еще спали, а Винтик и Шпунтик уже шагали по улицам, распевая песню и делая на ходу зарядку, зная еще со вчерашнего дня, что на утро их должны выписать из больницы для того, чтобы подчинить машину. Они проснулись, ни свет ни зря, и стали требовать, чтобы их немедленно выписали. Медуница, которая больше всего на свете боялась шума, распорядилась поскорее выдать им одежду. Услышав еще издали звук песни, многие малышки проснулись и стали выглядывать из окна. Некоторые даже вышли на улицу. «Эй, малышки, где тут у вас гараж?» – закричал Винтик. «Пойдемте, я вам покажу», – вызвалась малышка в красном копоре, в синем лето, с пушистым воротником и черной бурой гусеницей. «Ну, показывай, куда нам, направо или налево?» – сказал Винтик. «Направо», – ответила малышка с любопытством, разглядывая их кожаные куртки. «Направо, шагом марш!» – скомандовал Винтик и, повернувшись, зашагал по улице. «Ать, два, ать, два!» Шпунтик шагал в ногу с ним, следом за ним, малышка, едва поспевая, бежала в припрыжку сзади. С разгона Винтик и Шпунтик проскочили мимо нужных ворот. «Стойте, стойте!» – закричала малышка. «Вы прошли мимо». «Кругом», – скомандовал Винтик, оба повернулись и возвратились к воротам. Малышка открыла калитку, все трое вошли во двор, где неподалеку от дома стоял крытый черепицей сарай. «Ну и гараж! Это просто сарай, а не гараж!» – проворчал Шпунтик, открывая широкие двустворчатые двери. Винтик заглянул в сарай и увидел машину. «К гаражу подошел. Еще малышка. За ней еще. Тут темно!» – сказал Винтик. «Ну-ка, давайте выкатим машину наружу. Так она ведь не может ездить. Испорченная же!» – говорили малышки. «Ничего, мы ее на руках выкатим. Ну-ка, толкайте сзади. Ну-ка разом! Еще разик, разок!» Машина заскрипела. С визгом и скрежетом она выкатилась из гаража. Винтик и Шпунтик моментально залезли под автомобиль. Малышки стояли вокруг и растерянно заглядывали под колеса. «У-у-у-у!» То и дело раздавалось из-под машины. Бак прохудился. «У-у-у! Гайки! У-у-у!» Трубка для подачи сиропа лопнула. Наконец-то они вырезли из-под колес. «Ну-ка, тащите сюда гаечный ключ, плоскогубцы, молоток и паяльник!» – сказал Винтик малышкам. «А у нас этого ничего нет! Как нет? Что же у вас есть? Пила есть и топор. Эх вы! Топором в машину не чинят. У вас тут малыши. Малыши где-нибудь? Есть малышки? Малыши только змеевки есть. Далеко это? Час ходьбы. Это для вас час, а мы быстрее доберемся. Рассказывайте, как идти. Вот направо по улице, а там все прямо и прямо. Потом будет дорога полем, по этой дороге прямо и прямо в змеевку попадете. «Понятно!» – ответил Винтик. «Ну, шагом! Арш! Отставить!» – вдруг скомандовал он. «Вы, малышки, достаньте каких-нибудь тряпочек и пока мы будем ходить, протрите хорошенько машину. Машина, братцы, она уход любит». «Хорошо!» – согласились малышки. «Ну, теперь шагом марш!» Оба зашагали на улицу. Повернув направо, Винтик скомандовал песню, и наши ребята запели, что было силы. «Шел я лесом, шел я лугом, со своим хорошим другом Мы взбирались на кочку, Любовались на цветочки, Вдруг с лягушкой повстречались И скорее домой понычались. Прибежали мы домой и сказали «Ой, ой, ой!» Когда эта песня кончилась, Они затянули другую, Потом еще и еще. Скоро они вышли из города И зашагали по дороге. Не прошло и часа, Как вдали уже заведнелся город Змеевка. Как раз в это время Винтик и Шпунтик Увидели стоявший посреди дороги автомобиль. Подойдя ближе, Они заметили под машиной коротышку. Голова и грудь его целиком Скрывались под кузовом. Наружу тручали только ноги В черных засаленных брюках. «Эй, братец, загораешь!» А окликнула вошпунтик. Коротышка высунулся из-под машины Свою черноволосую курчавую голову. «Да, вот как видишь, Приходится загорать под машины. А что случилось?» «Да не везет, окаянная!» «То ли подачки, сиропа нет, То ли газировки нарушилась. Никак не могу найти причину!» Коротышка вылез наружу И в сердцах пнул колесо ногой. На нем была черная куртка, Засаленная, как и брюки, Таким невероятным образом, Что казалось, будто сделана из кожи. Как видно, этому горе водителю Приходилось не столько ездить на своей машине, Сколько лежать под ней, Отыскавая разного рода неисправности, Что, впрочем, часто случается Со многими владельцами газированных машин. Винтик обошел вокруг автомобиля, Осмотрел механизм и, Не найдя причины, Нырнул под машину. Поковырявшись под ней, Он вынырнул обратно И остановился, Почесывая в задумчивости затылок. Вслед за винтиком, Под машину нырнул шпунтик. Затем снова владелец автомобиля, Так они то ныряли по очереди, То стояли с недоумением, Глядя на машину и почесывая затылки. Наконец, винтику удалось найти причину остановки мотора. Машина заработала, Водитель был рад, С благодарностью пожимал руку винтику и шпунтику. Спасибо, братцы, без вас я тут бы до вечера сам ему загорал. Вы куда едете? Садитесь под визу. Винтик и шпунтик рассказали ему о цели своего путешествия. Гаечный ключ, плоскогубцы, И молоток у меня есть, могу вам дать. Только паяльника у меня нет, Сказал водитель. А нельзя ли достать паяльник у кого-нибудь в вашем городе? Почему нельзя? Очень даже можно. У нашего механика, шурупщика, Есть паяльник. Поедем к нему. Все трое сели в машину, И через несколько минут Уже были на главной улице Змеевки. Субтитры создавал DimaTorzok